В XII веке Голландии такие там были, качалочки, ну, колыбелька. Малыш там какой-то лежит. Я говорю, какой-то, потому что лицо не обозначено. Видите, лицо не обозначено. А мама очень добрая, хорошая. Какие признаки доброй, хорошей мамы? Значит, на всякий случай мне введу. Побольше сюда, побольше сюда, поесть тоже так, ну, батончики там всякие, пиццерии там всякие. Вот, ручки покороче чуть-чуть, покороче, но они станут покороче, когда вот это будет, да? Вот, и тогда так ласково-ласково будете там привечать того, кого любите, да? Вот, ребята, бывают руки длинные, наоборот, длинные. Ты принёс аванс, да? Так вот, да, это другой разговор, такие женщины. Так что вот мягкая, добрая такая, это уже какой-то стип сложится. Может быть, обманчивая, но это другое дело, это мы обманываемся, правда? Ещё интересно, эта женщина заглядывает в колыбельку, а в другой руке у неё книга. Да, тут интересная ситуация, когда кто-то думает, что это Библия, то надо иметь в виду, что в это время, в 1640-е годы, подряд выходит Библия, на голландский переведённую в Дордрехте. В Дордрехте перевели Библию на голландский, мы всё думали, что Библия одна какая-то, нет, её переводят, даже на украинском есть, понимаете, на мове. Так что вот мы должны иметь в виду, что вот этот перевод книги, она издана. Вторая книга, вы догадываетесь, это книга сказок, как же нам, режиссёрам, без сказок, правда же, да? Вот книга сказок. И третья книга, это, ну как же нам вообще, людям, без поваренной книги? То есть третья книга, это поваренные, всякие рецепты. Когда кто-то думает, что это Библия, опираясь только на столбики, ну там столбики, видимо, да? Не так. Дело в том, что книгопечатание первое было не во всю ширину книги, а столбцами. По простой причине вырезали на деревянных досках. Если сделали ошибку, то проще тогда столбец исправить, чем вот какую-то, скажем, страницу длинную, да? Так что тут из удобства исходили. Поэтому столбцами многое, и вы даже свои мемуары можете потребовать, чтобы вам напечатали столбцами, да? Даже в этой книге три столбца заметили. Вот такая история. Берем теперь следующее, интересно. А где же, кто это? В Колыбельке. В Колыбельке сын Титус Рембрандта. Но! Получилось следующее. Кто-то пришел и сказал, ты что делаешь? На тебя и так, выражаясь сегодняшим языком, имеют зуб или катят что-то, да? Ну, так, да. Вот там были такие причины. А ты еще и сына там поместил. Ну, чтобы было ясно. Он в гражданском браке, у него после сански будет Гертедирк, потом еще и Хендрик Эстопельс, а это моралистов раздражает. И он решил, что ну ладно, я там не буду дописывать. Теперь внимание, внимание, внимание. А вот этот ангел, который спускается, он как раз с головкой или с личиком, как угодно. Именно Титусом. Кто из нас бросится проверять цифры, даты, то может заметить, что там какие-то неисхожести. Но надо иметь в виду, что художник не тот человек, который вот задумал картинку, сделал ее в срок и отдал куда-то. Вот некоторые холмсты в мастерской бывают годами десятилетиями, понятно? Поэтому он мог там внести коррективы, которые искусствоведы могут не учитывать. Вот это важно, да? Следующее. Мы с вами видим, что там кто-то работает. Вот это Иосиф там работает. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тиконечко. На самом деле, это все, кто любят свою семью, на благо ее что-то хотят сделать, то не шумят, а потихонечку, тюк-тюк-тюк там что-то делают. Если нужно пол подвести, то аккуратненько, не так, что бряк-шмяк, да? Если там нужно, скажем, ну, подчинительное отличие, что-то тоже без грохота, да, и так далее. То есть это нормально. Так что удивительные теплые картины, чтобы совсем было тепло. Там еще огонек, видим, там хрустит, там что-то похрустывает, да? Это тоже здорово. Кто скажет, а почему на полу? Да потому что голландцы, как и русские, как и другие народы, в каком-то периоде имели вот это не камин, не печь, а по черному топили. Понятно? То есть он показывает, что это простые люди. Это именно голландцы, это не древние иудеи, это именно голландцы. Так что такая история? Там инструменты даже, как кто-то заметил, там такого уже европейского производства. Очень хорошая картина, добрая, теплая, умная. Тут надо иметь в виду, что он не был ортодоксом таким, знаете, да? Тем более, что в самой Голландии происходит следующее. Они изгнали католицизм, но не полностью. Они поменяли его на кальвинизм, но 25% населения все равно исповедовало католицизм, иудаизм. Потому что там евреев много, да? Там всякие какие-то другие интересные экзотические веры, потому что они индонезийцев из Индонезии сюда привозили. Помним, Ботамия, это колония у них там, да? Где Ява, Борнео, там вот это. Они оттуда везли себе слуг. Так что там много чего было. И в этом смысле Голландия веротерпимая давно уже. Иначе там просто конфликтов столько будет, что иссякнет эта страна. Вот такая тут маленькая справочка. Сам он пробовал себя и в кальвинизме, и в баптистах, и в анабаптистах, и веневитах. Ребята, это такая сложная система. Он так не шарахался, но искал, где же истина, ну где же все-таки по-настоящему так говорится о человеке, о его судьбе, о справедливости, какой Бог нам эту справедливость обеспечить и так далее. Ну, по-разному было. Поэтому он богоискатель. А богоискатель, это все-таки, ребята, сложно, поэтому не ищите Бога. Во-первых, вы его не найдете, а во-вторых, только себя измучите. Понятно, да? Мы с вами знаем великие примеры, когда люди что-то искали, искали, ну и так сходили с ума. Речь идет о том, что если мы верим, то мы верим уже не думая. Понятно, да, мы верим, все. И церковь предлагает, если веришь, не надо думать, все. Ты что, начнешь думать, законишь в себя какие-то неразрешимые проблемы. А так все нормально. Но он другой человек, он талантливый, он выше своего века, понимаете, да? Он даже выше у вас. Так что, ребята, ну так получается, что вот он не был удовлетворен ситуацией такой размеренной, буржуазной, такой спокойной, хорошей жизнью, да. Ну, ладно, сделаем сейчас это говорить. Спасибо.